Администрация президента Беларуси протягивает выездные приемы граждан в регионах. Сёння с устреча у Хойницким райвы-Канкаме провёл намесник керавника администрации президента Беларуси Уладимир Жауняк. Великая размова про бизнес. Гомель став диалоговой пляцовкой для деловых пола у 19 краин света. Город памятая. Врачистый митинг, просвеченный 75-й годовине вызволения Гомеля от фашистских захопников, пройшёл сёння на Аллее Героев. А зараза в гэта меньшим больш подрабязна. Президент потребует Кончаткова вырошить пытанне с обеспечением жильём шмадзетных семьяв. Такая задача перед урадом была поставлена сёння на республиканским семинары, где обмерковывают повышение эффективности будовничьей галіны. Керавник державы доручил Саумину, губернаторам и мэру Минска повеличить объёмы будовництва для гэта и категории грамадян. А в целом Александр Лукашенко зарабил акцент на вырошенне ключевых пытанне у цены, якости и термина у будовництва. Болезненный вопрос. Вы помните, что тогда, когда мы пять лет назад проводили подобное совещание, у нас, по-моему, где-то больше трёхсот домов было с превышением нормативных сроков. Строилось даже не с превышением, а это просто превратилось в долгострои. Более того, у людей взяли деньги, непонятно, куда эти деньги подевали. Некоторые вывели за границу, а жильё не построили. И таких было более трёхсот домов. Сейчас, Наталья Ивановна, сколько их? Тридцать пять. Почему снова появляются незавершёнки? Почему не решаются вот эти земные вопросы? К которым обращает нас постоянно население, наши люди. Губернаторы и старшиня Мингарвы-Канкама повинны взять под особистый контроль и завершить будовництво усих домов до Ухабудау до середины 2019 года. Причины, по яких 35 домов до ГЭТУЛЬ неуведенный устрой, проверить КДК и Генпрокуратура. Одно из наиважнейших пытаннёй – кошт квадратного метра. Для Урада у прайоритете застаётся формула «адзін квадратный метр» с дзярж-патрымкой, не вышейши за середнюю зарплату по країне. При гэтым досягненні ее узроуні у тысячу рублёв не значыць, што метр павінін каштаваць столькі ж. Адміністрація президента Беларусі працягвае везныя приёмы грамадян у регіонах. Сёння сустрэча у Хойницьким райвы Канкаме правёў намеснік кераўніка адміністрація президента Беларусі Уладзімір Жаўняк. Значныя работа по доброапорадкуўні у Хойниках були проведіны в 2010-м, коли горд рихтовався до Дня Беларусського письменства. Але пришёл час, і паўные пытання ўзнікае знов. Размова з наших проблемах не іде, але коли насеўнство Хойник, скардае, коли 13 тисяч чалавек, зновсюду зудзі ца тема, яка некога хвалюю. Проблема, яка уздамеўся причаст пераважной частки особистых приёму кераўнку урозного узроўню, стан дорог, приём намісника керувенька администрація президента Владимира Жаўняка не став выключэнням. Пасля Чарнобылской катастрофы ўсе вулицах Хойников зааспортовали, але потом пашали проводзіць грифікацію населенного пункта. Увынек, участку пакрытя пошкодзіле. Рамотны работы пирадышно проводзілеся, але цалкам проблема не вырышэна. Владимир Жаўняк, який сам жыл у Хойниках до 16-го годового взросу, ведай об гэтам не пачутках. Там нельзя по дороге не ехать, ничё. Та же самая Котолска. Вы ж там родились, год малой родины, помогите нам. Если бы я себе трубы прокладывал... Не, да я уже про трубы выручили, дайте мне дорогу. Больше ничего не надо уже. По двум улицам, честное слово. Это ж волоки раньше гремели по Ушим Хойникам, правильно? Не, ну они сейчас гремят, там ездишь, гремишь будет. Там гремишь, да, да. Там, чтобы проехать после дождя, нужно жнать фарвата. Не надо сказать, что местовый улада, не ведая об огученных людьми проблемах, а не для их выращения, просто не хопая сродков. Хоть инший раз можно обойтись и излучайной тумачальной работой. В Ухойницком районе она проводится с уместно райваконкамом и советом депутатов. До уже традиционных городчих линий и выезда информационных групп всё это депутаты почали метанакированное наведывание вёсок с притягнением специалистов в разных ведомствах. Например, населённый пункт двор еще мы провели три встречи, потому что большой населённый пункт, и мы посмотрели, что если собирать населённый пункт отдельно в Доме культуры, люди меньше шли. А так мы охватили полным охватом весь населённый пункт. Три встречи с соответствующими службами. Результат, конечно, достойный. С этого населённого пункта на сегодняшний день нет ни одного обращения. Хотя есть такие целевые, которые мы решаем в течение месяца. Например, было обращение по установке дополнительно остановочного павильона. Некоторые питания, за какими на приём до наместника керунька администрации президента Владимира Жовника пришли из Жахар-Ихонинского района, уже оказались выраженными. У приватности Абруканкам принял решение по реконструкции в наступном годе районной больницы и поликлиники. Становшее решение, принятое по замене теплотрасс, прокладенных из азбестовых труб, на контроле, як из пятной воды. А вот просьба об обладательстве бассейна потребует деталёвого учения, на кольке он будет запотрабованный у населинства, и як худка окупится. После закончения приёма Владимир Жовняк, означая, значная частка людей пришла с пропановыми, які отличаться не их особисто, а усяго городом. Вопросы разные, проблемы разные. Безусловно, если проблема не решена на низшем уровне, люди идут в вышестоящие инстанции. Некоторые, пользуясь случаем, что приезжают выездные приёмы, проводят руководители республиканского уровня, они идут напрямую, не обращаясь в нежестоящие. При этом при рассмотрении вопроса они решаются, как правило, на местах. Так или иначе. Вот, допустим, сегодня на приёме были люди, которые хотят нести изменения в законодательство. Безусловно, это уровень уже республиканский. Но отрадно то, что и сегодня приходили люди, которые пытаются решить вопросы, касающиеся районного центра. Не просто проблема, как таковая личная, а вопросы, которые связаны с благоустройством улиц, площадей. Вот это интересно, переживают за состояние районной больницы. Олег Сентяров, Владимир Гопанько, телерадио-компания «Гомель», «Сходник». У субботу, 24-го листопада, пройдут черговые промые телефонные линии с процтауниками у Лады. У «Гомельскими» облаканками на звонки откажен наместник старшини Владимир Горбачёв. Нумер телефона – 33-12-37. У «Хар» облаканками на сувесь выйдет первый наместник старшини Александр Сиваков. Нумер – 33-09-59. Час работы промых линий с 9 до 12-1. Инновационные проекты и новые партнеры. Гомельское отделение Белорусской гандлево-промысловой палаты проводит бизнес-дни. Представнейшее международное мероприемство промерковано до 15-й республиканской выставы «Бизнес у регионах». Наши корреспонденты доведались об самых незвычайных и перспективных идеях, які огучили удельники форуму. Юнтер Вайдеман приехал у Гомельс, Германии. Сфера деловых интересов – перепрацовка шклаев и творчость шклопакетов. Юн володая группой компании, 15 объектами, яке знаходятся на родиме бизнесмена, а так само у Польши и Нидерландах. На их працюе каля полутора тысяч человек. С нашим регионом трывалые экономичные совязи. Каля пяти годов Вайдеман супрацовничая с предприемством «Гомельшком», набывая буйные парты их продукции. Оборот вылечается миллионами евро, а кроме того немецкая компания делится с Гомельским заводом своими новыми технологиями. В ходе нашего сотрудничества, за счет передачи своего опыта, своей информации, сейчас «Гомельстекло» сделало огромный шаг вперед в плане выпуска энергоэффективного стекла. Следующим еще шагом явилось производство на «Гомельстекло» триплекса, или, как вы еще называете, ламинированное стекло. У большгрунтовным супрацовничество с Гомельской областью затекавленный профессор Казахского национального аграрного университета Гольфоредат Кампитова. У бизнес-днях удельничает другий раз. Я есть сфера интересов, укоронение инноваций в садоводстве. Совсем недавно заключили мы договор с Гомельской опытной станцией, где в будущем будем проводить совместные проекты по интродукции плодовых и ягодных культур. Для нас очень большой интерес представляет, так как Казахстан является плодовой зоной, и нам было бы интересно испытать сорта плодовых и ягодных культур именно в наших условиях. Об новых технологиях у сельской господарцы рассказывает и Андрей Черников, представник голландской компании «Топинг Норсвин» в России. Это самая инновационная гниточная компания в свете уголения свиногадоли. Мы это делаем в Гомельском форуме, пошук партнеров с ликой, например, фермеров, тех, кто затекавленный в выросшивании здоровых живел, из которых отрымливают мясо высоких смаковых якостей. Компания занимается производством и продажей племенных свиней по всему миру. Представлена в 54 странах мира. Это глобальная компания и является на данный момент самая инновационная генетическая компания в области свиноводства. Ежегодно мы вкладываем в научные исследования и разработки порядка 21 миллиона евро. То есть ни одна компания больше этим не занимается. Все ли это у делу в бизнес-днях принимают 18 краин. Усяго с Беларуси и Замежа на форум приехали около 200 удельников. Важно, что сирот их шмат процедуников бизнесу, владельников компании с усветно-вядомыми назвами. Бизнес-дни мы как раз воспринимаем как большую-большую диалоговую площадку для того, чтобы могли вести переговоры наши предприятия. Что мне нравится еще в бизнес-днях в этом году, что заявилось много частного бизнеса. И частные компании, то есть они увидели и себя в рамках работы вот этих бизнес-дней. По выниках форума у Гумильской области должны появиться новые надейные бизнес-партнеры. Она, что их ее на свою очередь не только продемонстрирует, а и протягнет распространять свой лучший опыт в разных сферах экономики на европейские краины. Марина Джала, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гумиль». У Гумильской области, до речи, количество предпринимателей увеличивается. Доля малого бизнеса складает амаль 80% от агульной колькости субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сегодня на брифингу рассказал начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гумильской области Владимир Дявойна. Бизнес-осеродок малого предпринимательства – это амаль 10 тысяч организаций из выше 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. В основном яны сконцентрованы в Гумиле, Мазирском, Жлобинском, Речицком, Светлогорском районах. Самые распространенные виды деятельности – гандаль и громадское харчевание, транспорт, промысловая вытворчасть и будовництво. Поступления податков от этого сектора на протягу опущенных годов увеличиваются. Причем, как от организации, так и от индивидуальных предпринимателей. Удельная вага малого бизнеса в огульном объеме податковых платежей за 10 месяцев года склала 14%. Конечно, нам еще в Гумильской области далековато до среднереспубликанского значения, но мы здесь должны понимать, что на территории Гумильской области находятся такие большие предприятия и бюджетнообразующие предприятия, как Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Жлобинский металлургический комбинат, Гомсельмаш. Поэтому 14% удельного веса налоговых поступлений – это действительно хорошая сумма для бизнеса. Урочистый митинг, присвеченный 75-й годовине вызволения Гомеля от фашистских захопников, прошел сегодня на мемориальном комплексе «Аллея героев». Больше 800 дней Гомель находился у оккупации. И он стал первым областным центром Беларуси, вызволенным войсками Червоной армии. После отступления вороха город застался у руинах. Город был страшно разрушен. Наверное, об этом вы все знаете. Я, когда приехала сюда в город жить в 60-м году, была приятно удивлена, потому что город был уже восстановлен полностью. И с 60-го года началось уже строительство дальше. В 61-м году пустили первый троллейбус. Единицу я была свидетелем. И пустили в город Гомель газ. Зажигали факел на нашей площади Ленина. На митинг пришли же хары областного центра, ветераны войны, прославники улады и працованных коллективов, воинских подразделений, научных установ и громадских организаций. Яны усклали вянки и кветки до мемориалу и отдали до нину поваги, можности и стойкости людей, які воевали за свободу и незалежность нашей родимы. 25-го листопада, напереда дни 75-й годовины вызволения Гомеля от фашистских захопников, отбудется военно-гисторичная реконструкция боев листопада 43-го. День не разгорнуться на березе Сожа у районе Прыпын-Куроповский пляж у пятом микрорайоне. Уже сёння на место привезли частку военной техники и историчного реквизиту. Мы, допустим, автомобили, которым, в принципе, больше 75 лет. Одна выпуска 42-го года, а другая тоже примерно такой же ровесник. Мотоциклы вообще выпуска до военного периода, особенно немецкие, советские 41-го года. Поэтому у нас очень много таких раритетов и большой плюс в том, что они оживают. Плануется, что завтра у полевым лагеря изберутся удельники реконструкции. Представники военных и историчных клубов Зусёй Беларуси, а так само Москвы, Санкт-Петербурга и Бранска. По приезде у всех начнется репетиция. Сама реконструкция различена на пауходины и складается с двух блоков. В первом блоке мы покажем бой партизан с немцами по освобождению, опять же, местных жителей. А следующий блок уже будет по освобождению Гомеля в историческом месте совсем, в исторических костюмах, исторической техникой, непосредственно от немцев. То есть уже дальше будет победа. По словах организаторов, это будет одно из самых бойных мероприемств у подобного плана у регионе. Почнется реконструкция, а 13-е годиня. Годная зарплата, ахова працы и социальные гаранты. Сегодня у Гомеля прошел пленум областной организации Беларусского профессийного союза работников аховы здоровья. За основными накерунками я и дейности ознайомились наши корреспонденты. Пленум профсоюза работников аховы здоровья начинается с выставы малюнка у детей-супрасовников медицинских установ, якую примерковали до года малородимы. Работе с молодзью, починаючи с самого раннего взросту, организации уделяют особливую увагу. Сегодня каждый четвертый член областного Галинового профсоюза в взросте до 31 года. Все лета в Беларуси провели анкетование выпускников, медицинских ВНУ и молодых специалистов. Ягу выники стали предметом деталевого обмеркования и подставы для выпрацовки стратегии дальнейшей профсоюзной работы. На первом месте, чтобы они не уезжали, стоит жилье. На втором месте социальная инфраструктура, где они сегодня хотят, чтобы были бы и для молодой семьи. Это садики, школы, места где-то отдыха, проведения. Потому что у молодых специалистов очень много и холостых приезжает работать. На третьем месте молодые люди поставили, что для нас тоже очень важно, это профессиональный свой рост. Об махчимостях областной профсоюзной организации работников АХОВ и здоровья можно мерковать по колькости ее членов – 50 тысяч человек. Это амаль 98% от агульной колькости работающих. Причим, первички створаются не только у державных установок, но и у приватных структурах. Хоть незалежно от формы властности, задача усюда однольковая – социальная оборона у темлику про удосконирование коллективных договоров. Серо дозначенных подчас работы пленума досягненню отсутность на протягу двух опошних годов в выпадках захворываниях, связанных с профессиональной деятельностью. Але ее есть на чем прасывать. Зараз средняя зарплата работников медицинских установ Гомельской области складает каля 700 рублей. Это амаль на треть ниже отповедного показчика у промысловости. Создать лучшие условия и повысить заработную плату. Для этого мы кроме того, что имеем вот то, что называется оклад, стабильная какая-то зарплата, еще различного рода надбавки. Все, что можно за интенсивность, за качество продукции произведенной, за высокотехнологичные операции и действия, мы все это привлекаем для того, чтобы постоянно повышалась заработная плата наших сотрудников. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадокомпания Гомель. ГТА, так само и другие новины, вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Вы смотрите де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Первый лед опасный самый, а свод бьет тревогу. В регионе любители зимней рыбалки начали массово выходить на водоемы. Такая поспешность уже привела к первым жертвам. Трагедия произошла в Лоевском районе, недалеко от деревни Мохов. Там из воды достали тело 51-летнего рыбака. Мужчина на лодке отправился извлекать оставленные на ночь сети, которые сковала льдом. Вырубил одну сетку из-подо льда, достал ее, пошел за второй сеткой и, доставая ее, провалился под лед. Даже плавсредство не спасло его на тонком льду. Ушел под воду и ночевал уже на глубине трех метров подо льдом. К слову, работать представителем освода станет проще. В их арсенале появилось судно на воздушной подушке. Мощный мотор позволяет развивать скорость до 120 км в час. Причем лодка может двигаться по воде, льду и даже пересеченной местности. Два водолаза, медсестра и моторист, могут выдвинуться в считанные минуты, секунды к месту трагедии, оказать помощь и спасти человека. Также оказать помощь терпящим на тонком льду рыбакам. Пока такая лодка в регионе одна, в следующем году планируется использовать ее по всей области. Для этого приобретут транспорт повышенной проходимости и специальный лафет. Теперь от водных магистралей к автомобильным. Там тоже не все спокойно, только за прошедшие сутки зарегистрировано более двух десятков ДТП, есть пострадавшие. Так, накануне водитель Мазда-6 сбил женщину. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице 70 лет БССР. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в Гомельскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи была отпущена домой. По данному факту проводится проверка. И в продолжении дорожной темы с сегодняшнего дня ГАИ ужесточает борьбу с нетрезвыми водителями. Инспекторы будут нести службу в усиленном режиме. Отметим, что алкоголь – причина самых серьезных дорожных трагедий и наказание за езду под шофе соответствующая. Водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, привлекается к административной ответственности по статье 18.16, часть 1. Водителю грозит лишение права управления на срок до трех лет, а также административный штраф в размере от 50 до 100 базовых величин. В случае повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в течение года, водитель привлекается к уголовной ответственности, а также возможна конфискация транспортного средства. Биткоины за наркотики парень из Подречицы обменял в Витебске криптовалюту на альфа-ПВП. Домой психотропы молодой человек, правда, так и не довез. Часть из них он вместе с приятелями употребил по дороге. Оставшиеся было изъято при обыске их машины. Авто остановили сотрудники милиции в Реческом районе. Теперь покупателя ждет уголовное наказание. Водитель за управление автомобилем под наркотиками привлечен к административной ответственности. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Виктория Кебикова завоевала бронзовую награду чемпионата мира по боксу, который завершается в Индии. В полуфинале весовой категории до 81 килограмма гомельчанка уступила сопернице из Колумбии Джессике Кайседа и заняла третье место. Бронзовая медаль Виктории Кебиковой – первая награда Планетарного форума в истории белорусского женского бокса. Тренирует спортсменку гомельский специалист Игорь Фигуренко. Всего в чемпионате мира по боксу среди женщин приняли участие 227 спортсменок из 62 стран. Завтра определится команда победителей республиканского первенства по боксу среди профсоюзных детско-юношеских спортивных школ. Турнир проходит в Гомеле. В соревнованиях принимают участие 10 команд. Это более 70 спортсменов. Гомель представляют три спортшколы. Это из Душур Олимп-2015, Дю США с Киев ГГУ и Дю США Омега. Хозяева намерены на домашнем ринге занять весь пьедестал почета. Кстати, в Беларуси в боксе профсоюзные спортсмены в числе лучших. И не так давно они подтвердили статус сильнейших. Месяц назад у нас здесь в Гомеле проходило первенство Республики Беларусь среди детско-юношеских спортивных школ. И профсоюзная школа заняла первое место в республике. Это Шинник, Баруськая самая, и еще две школы были в призах. Республиканское первенство по боксу среди профсоюзных детско-юношеских спортшкол завершится завтра. После успешного выступления на международной арене, а именно в континентальном кубке, хоккейный клуб Гомель возвращается к делам внутреннего первенства. Завтра Рыси в Минске сыграют с юностью. Накануне в гости команде Михаила Захарова заезжал Жлобинский Металлург. По итогу зрелищного поединка Столевары увезли из столицы одно очко. Хозяева победили лишь в серии буллитов. Завтра Металлург также не отдыхает. Команда Александра Гавриленко отправится в гости к Гродненскому Неману. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.